Большие экраны хороши не всегда, иногда чем меньше, тем лучше. Например, если речь идет о компактном часофоне Air-On Connect. Основная часть часофона с дисплеем и батареей довольно большая и увесистая. Air-On Connect хорошо смотрится как на мужской, так и на женской руке. К тому же производитель не стал ограничиваться стандартной черно-белой гаммой и приставил еще две модели в оранжевом и голубом цвете. Сверху над дисплеем расположена камера. На левой грани разместились кнопка включения, она же завершение вызова и клавиша звонка. Также сбоку есть порт microUSB, он пригодится как для зарядки, так и для копирования данных. В подсъемной батарее спрятаны стандартный слот для симки и разъем для карты microSD. В ремешке удобно расположился компактный раздвижной стилус. Для людей, привыкших к гигантофонам, экран первое время будет казаться действительно маленьким, но к нему со временем привыкаешь. С углами обзора все довольно неплохо, а вот яркости немного не хватает. Лично я все время выставлял ее на максимум, иначе дисплей выглядел тусклым. Экран не емкостный, а резистивный, то есть воспринимаются не только пальцы, но и различные стилусы, карандаши и все что угодно. В целом для управления стилус не особо нужен, но если вы захотите набрать сообщение или текстовую заметку, без него помощи не обойтись. От популярных нынче смарт-часов Aeron Connect отличается тем, что умеет звонить и имеет для этого слот для сим-карты. Хотя говорить по часам все же немного странно и непривычно, да и со стороны то еще зрелище. Правда немного похоже на Бонда, но это не очень удобно. Хотя динамики микрофон достаточно разнесены, без громкой связи вряд ли можно будет обойтись. К уху прикладывать часофон неудобно, так что в транспорте лучше не разговаривать. Есть конечно вариант воспользоваться прилагаемой проводной гарнитурой или купить беспроводную. Но если вы используете часофон как Bluetooth гарнитуру к смартфону, то гарнитура к гарнитуре вообще можно сломать мозг. Благодаря технологии Bluetooth и отсутствию каких-либо специальных приложений для подключения, часофон можно использовать со смартфонами на основных операционных системах Android, iOS и Windows Phone. Но если подключить к андроиду вообще не проблема, часофон автоматически распознается как гарнитура, то с Windows Phone и iPhone начнутся сложности. Обе операционные системы начнут требовать от вас пароли и явки, которых вы по мини не знаете, но брутфорсом подобрался пароль 400, чем мы с вами и делимся. Только по секрету. Но если с отображением вызовов со смартфона все отлично, то с сообщениями сложнее. Нужно скачать специальную программу, которая вот-вот выйдет и появится в Google Play. При этом, даже если у вас стоит симка в часофоне и вы подключили смартфон, путаницы с набором номеров не будет. Часофон вежливо поинтересуется, откуда совершать звонок. Основная, она же фронтальная камера, играет здесь скорее декоративную роль. Всего 0,3 мегапикселя, а видео вообще пишется с разрешением 480 на 320. Понятное дело, что серьезное что-то снимать с ее помощью не получится. Но лук сделать вполне. Интерфейс простой и понятный, очень напоминающий операционные системы обычных телефонов. Из полезных дополнительных программ есть аудио и видео проигрыватель, радио и диктофон, набор практически как у хорошего портативного плеера. Любители получать все в одном, смогут даже книги читать с часофона. Но, как по мне, это уже слишком. Экранчик все-таки маловат. Но вот для шпаргалок, в самый раз. Понятное дело, что привычными мегагерцами и гигабайтами производительность часофона не описать. Так что скажем так. Работает достаточно быстро. Отклик экрана нормальный. Встроенной памяти хватит ровно на 5 фотографий. Так что карту памяти покупайте сразу. Батарея здесь не самая емкая. При условии очень активного использования утром второго дня часофон упал в голодный обморок. Спас только второй аккумулятор, который идет в комплекте. Жаль только, что отдельной зарядки для батарей нет. И заряжаются они только через часофон. К слову, чтобы постоянно поддерживать связь между смартфоном и часофоном, Bluetooth придется держать включенным. А это, знаете ли, тоже сжирает батарею. Так что готовьтесь еще больше сродниться с розеткой. Но если что, симку всегда можно переставить в часофон и побыть на связи еще некоторое время. Такой себе хитрый бэкап для особо разговорчивых. В целом, AirOnConnect по-своему выделяется среди конкурентов. Но не обошлось без недостатков. Сложности с отображением сообщений, достаточно мелкие элементы управления на экране, ну и батарея быстро садится. Но зато это не просто гарнитура, а настоящий телефон. Также его можно синхронизировать с вашим смартфоном и использовать как смарт-часы. Очень интересная штука. С вами был Свят. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить нам побольше лайков. Пока!